Не надо было Торпедо приглашать Лебеденко. Московская Торпедо недавно отметила 95-летие игрой на домашнем стадионе против старейшего из ныне существующих клубов британского Шифилда. Он выступает в первом южном дивизионе Северной премьер-лиги восьмом по значимости в чемпионате Англии. По сути любительский состав британцев был усилен несколькими российскими футболистами. Среди них бывший нападающий Торпедо и сборной Латвии Эдгар Гаурач. Передавать акции болельщикам не планируем. Владелец Торпедо Романа в Диафа сенсационном заявлении Леонида Федуна, матча с Шифилдом и отношении болельщиков к Игорю Лебеденко. Он выступал за черно-белых в 2012-2013 годах на уровне ФНЛ, но его присутствие на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова не помогло Шифилду. Автозаводцы разгромили его со счетом 7-0. Для Торпедо это был первый матч в новом составе с новым главным тренером Сергеем Игнашевичем. После игры Эдгар Гаурач, который сейчас занимает должность генерального директора клуба «Спартак» Юрмала, дал интервью «Известием». Он оценил перспективы Торпедо и прокомментировал скандал с фанатами, протестующими против возвращения в клуб его воспитанника Игоря Лебеденко, а также рассказал, как под его началом в Латвии играл экс-нападающий «Спартак» Денис Давыдов. Каковы были ваши эмоции от возвращения на знакомый стадион? «Фантастические. Они просто зашкаливали. Я соскучился по этому стадиону и этим болельщикам. Атмосфера во время матча была жаркая, я получил огромное удовольствие. Тем более, в первом тайме, когда я не играл, меня ребята-болельщики в первый раз позвали в сектор покричать вместе. Это были нереальные эмоции. Надеюсь, вернусь туда еще раз. Как вы со стороны оцениваете состояние нынешнего Торпедо? Оно сильно изменилось по сравнению с теми временами, когда вы там играли. Естественно. Особенно могу сказать по поводу прошлого сезона, который наблюдал со стороны. Команда, фанаты и руководство были едины. В раздевалке много чего бывает. Футболист Оренбурга Алексей Сутерми на возможном переходе в «Зенит», свадьбе в день игры сборной России и своем дебюте в Премьер-лиге. Сто процентов. Человек сам совершил ошибку, празднуя гол возле нашего сектора, когда выступал за Рязань. В 2013 году рязанская звезда победила Торпедо. Два к одному, в одном 32-х финала Кубка России. Выступавший за звезду Мерзов забил первый гол, который отметил лесгинкой около фанатского сектора автозаводцев, в ряды которых перешел через полгода. Это вызвало протест болельщиков. Известие. И за это поплатился в Торпедо ему не дали дышать. Когда вы играли в ФНЛ за Торпедо, зрители запомнили ваши стильные прически, некоторые даже называли вас главным хипстером российского чемпионата. Почему сейчас более консервативная стрижка? Если честно, сейчас на это нет времени. Я работаю генеральным директором ФК «Спартак» Юрмала, поэтому свободного времени реально меньше стало. Я стригусь и одеваюсь как можно проще. На совещаниях присутствую в классическом костюме и уже не задумываясь об этом. Раньше, когда был футболистом, свободного времени было больше. Сейчас я весь в работе. Что сейчас представляет собой ваш клуб? Двукратный чемпион Латвии. Участвовали в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В нынешнем сезоне идем на третьем месте. У нас задача попасть в Еврокубки. Есть много иностранцев с разных континентов. Стараемся находить и развивать футболистов и в рамках небольшого бюджета добиваться успеха. Где мои 17? РФС утвердил новый лимит легионеров Премьер Лиги. Число иностранцев в клубах выросло, а РПЛ предлагают расширить за счет команд из Белоруссии, Казахстана и Армении. Он играл в Юрмале, еще когда я был футболистом. Играли за Спартак вместе. На футбольном поле видно, что у Сапогова есть мастерство. Но все равно ему чего-то не хватало. Он мог то опоздать, то еще что-то. Алексею чуть-чуть не хватало профессионализма. А так парень с хорошей техникой. В 2014 году после одного из матчей Спартака Леонид Федун назвал Дениса Давыдова русским месси. В Юрмале он производил похожие впечатления. Я не видел Дениса в то время, когда его Федун так назвал. Но, когда Давыдов к нам приехал, была видна его спартаковская школа. Он помог нам, чем смог. Желаю ему удачи в Болгарии, в Софии, где он сейчас выступает. При нынешних финансовых возможностях Спартак, Юрмала, может хотя бы раз попробовать прорваться в групповой этап Лиги Чемпионов, как это несколько раз удавалось белорусскому БТ. С каждым годом чемпионат Латвии становится сильнее. Приходят инвесторы, вкладывают большие по нашим меркам деньги. Поэтому в ближайшие годы я не исключаю, что кто-то из нашей страны может попасть в групповой этап Еврокубков. Может быть, не Лиги Чемпионов, но Лиги Европы. В 2009 году это удалось Винспилсу. Я тогда играл за этот клуб. У нас был президент, вкладывавший хорошие деньги в команду. И в результате смогли попасть в групповой турнир Лиги Европы. Поэтому не исключаю, что в ближайшие годы кто-то из Латвии такое повторит. Построить клуб, аналогичный БТ, реально? В данный момент нет. БТ построил фантастический бизнес. С относительно небольшим бюджетом попадать в групповой этап Лиги Чемпионов и только за счет бонусов от этого отбивать расходы нам бы всем стремиться к этому. Продолжение следует...